Что это такое, что я торговля им, иду еще к большему греху? Греху убийства христиан? Да что же это такое? Я в одно и то же время служитель его святого алтаря, проповедник евангельской правды, и в то же время торгующий, спекулирующий своим христианским богом и травящий одни христиан на других словом Божьим, глаголом евангельской правды. О Боже, каким же я стал грешником, ужасным грешником! Я со времени войны стал убийцею! О, я стал убийцею! Христос дал им жизнь, всем этим солдатикам, окропил их своей кровью лишь для того, чтобы этим раз навсегда запечатлеть на них свою печать собственности. Я же, его служитель, всех этих солдатиков, как собственность креста, веду на заклание с крестом и евангелем в руках, веду на убой, веду их своими военными, кровавыми проповедями на вечную погибель. Ах, да неужели я таким злодеем родился? Неужели я из чрева матери вышел таким страшным убийцей? О, лучше бы я не родился в мир! Лучше бы чрево моей матери было для меня гробом! Вечным гробом! Чем жить на свете и быть убийцей людей, христиан? Не знаю, что же мне теперь и делать с собою. В своей такой сатанинской греховной жизни я дошел до самого крайнего, отчаянного состояния духа. И я чувствую, как со страшной, смертельно невыносимой болью, раздираясь и раскалываясь на два непримиримых между собой существа, как будто Бог и дьявол борются между собой в глубине моей души. Одно мое существо порывается и стремится ко Христу, а другое мое существо, наоборот, с еще большей силой влечется, тянется к земле, плотской жизни, к ее временным, скоропроходящим интересам. И как оно страшно тянется! До сего дня я удивляюсь, как еще от душевных, внутренних, противоречий и страданий я не лишился рассудка, ведь тогда все мое существо рвалось часть за частью, обливаясь кровью моих мучительнейших душевных страданий. О, как мне было невыносимо тяжело! Но особенно мне было тяжело тогда, когда я входил в церковь и видел, как тысячная масса солдат каждый раз становилась на колени и дружно пела о кафист Иисусу Слочайшему или Божией Матери. Поистине, я от жалости к ним каждый раз плакал. Мне до смерти становилось их жалко. В эти молитвенные моменты я от сострадания к воинам проклинал войну, проклинал всю земную власть и на правительство смотрел, как на какую-нибудь стаю властолюбивых, кровожаднейших вампиров, упивающихся человеческую кровью и тучно от нее расцветающих. Больше всего я в эти минуты проклинал самого себя. Я говорил, «Да будет навеки вечное! Да будет проклят тот час, когда я родился! Да будет! Да будет проклят тот час, когда я рукополагался во священника! Пусть уже одно правительство отвечает и отвечало бы за этих несчастных, цветущих здоровую юную жизнью воинов, насильственно влекомых им в объятия холодной смерти. Но вот горе! Зачем я, священнослужитель алтаря Христова, являюсь сторонником войны, этого кровожаднейшего государственного правительства? Зачем я являюсь поборником народной христианской войны? Зачем я натравлю одних христиан на других? Зачем я именем Христа вдохновляю воинов на убийства? Зачем в одно и то же время я проповедую людям Христову любовь, Царство Небесное, и в то же время этих же людей посылаю с их христианским Богом и Божественной религией в Царство Смерти? О, Боже мой! До чего я дожил? До каких ужасных преступлений я дошел? Дальше этого греха уже идти мне больше некуда. Я стал убийцей. И каким ужасным убийцей? По количеству и качеству моих греховных преступлений может ли со мной сравниться сам сатана? О, нет! Далеко нет! Ибо он перед Богом бесконечно чище и праведней меня, служителя алтаря Христова. Я, же из христианского пастыря Церкви, в настоящее время превратился в одну чистую ложь, в одно чистое сатанинское лицемерие, дьявольское хваствоство, в одно отвратительное, мерзкое, развратное животное, в одну страшную, чистую измену Христу. Я превратился в одно чистое, злейшее отречение от Христа, в одну адскую, постыднейшую и кощунственнейшую, дерзкую торговлю Христом. И, наконец, в самый ужасный грех, в самое величайшее пред Богом беззаконие, в священника, человека-убийцу, в христианского пророка-втравителя, одних христиан на других. О, Боже, да как же мать сыра земля терпит меня, такого величайшего преступника пред Богом! Ведь через меня и мои проповеди миллионы людей должны погибнуть на войне и погибнуть безразвратно. О, да будет проклят, навеки проклят тот день, когда первый раз я облегся в священническое облачение, и когда произнес первую пастырскую церковную проповедь к воинам. И вот когда эти несчастные солдаты пели Акафист, Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня, или Радуйся, невеста, неневестная, я равнодушно не мог смотреть на них. В эти священные часы молитвы я думал, «Бедный мой солдатик, ты, может быть, уже последний раз стоишь здесь у подножия алтаря Христова. Быть может, уста твои последний раз поют этот сладкий припев Акафиста. Завтра ты, мой милый друг, окажешься на боевой позиции. Завтра душа твоя, быть может, должна будет оставить свою земную хижину и отойти на суд Божий. И кто знает, как тебя будет судить Бог?» Так ужасно волновалась душа моя. И так страшно было мне думать об этом. В эти часы я не раз заглядывал в свою душу. И каждый раз я видел в себе один кошмарный хаос, одно холодное, тупое мое отношение к Богу. И видел, как я далеко, о, как далеко встаю от моего Христа. Даже такие идолы, как государство, нация, как само военное начальство и даже как деньги военной награды несравненно ближе находились к моему сердцу, чем живой мой распятый Христос. После одной моей проповеди один солдатик обратился ко мне и дрожащими устами спрашивает меня. «Милый батюшка, ради Христа, ради самого Бога, скажите мне, мой дорогой, грех ли воевать или нет?» «Страшный грех», — ответил я. «Грех?» — переспросил солдатик. «Так зачем же вы нас гоните на бой? Зачем же вы нас гоните на бой? Зачем же вы, наши пастыри, от имени самого христианского Бога освящаете войну и посылаете нас не по-христиански умирать? Вот и верь вам, где же вас правда?» Перед этим солдатиком я только раскрыл рот и в упор смотрел в его измученные, страдальческие глаза. Я глубоко чувствовал, что солдатик был прав. Мне было стыдно. Я в этот день под сильным впечатлением разговора с солдатиком чувствовал страшное угрызение собственной совести. На второй день после моей встречи с этим солдатиком я отправился в лес и там всю свою сердечную скорбь молитвенно выливал перед Богом. После молитвы, уходя из леса, я в задумчивом состоянии склонил голову и о чем-то серьезно думал. В это время я как-то машинально пустил свою руку в карман и вдруг нащупал в нем какую-то книжку. Я моментально вынул ее из кармана и увидел, что эта книжечка была специальным дополнением в военное время к церковной службе, в которой были изложены особые тени и молитва о победе над врагами. От нечего делать, я тут же развернул ее и всю дорогу до самой своей квартиры читал и несколько раз перечитывал ее. Она начинается так. «Ой, ежи, не помянути грехов и беззаконий наших, но благосерду и милостью вы быте нам, недостойным рабом твоим, ко всесильной помощи его прибегающим, и избавите нас от врагов наших, Господу, помолимся!» «Ой, ежи, подати силу и крепость христолюбивому воинству нашему и союзникам нашим, и мужественны, и неприборимы сопротив всякого врага и сопоста-то их показати, и рабом свой мир и утверждение от всех бед и нужд, и вражьих наветов скорое освобождение даровать, воинам же нашим, в обранях раненым скорое исцеление подати, Господу, помолимся!» «Ой, ежи, не зложите супостаты, наны восставшие, святые же Божьи церкви, в напасти сущие, сопредстоятели их и всеми верными освободите, Господу, помолимся!» «Ой, ежи, люди, укрепите на враги, крепкому в обранях, Господу, помолимся!» «Ой, ежи, сподобите и покорите поднозе их всякого врага и супостата, Господу, помолимся!» «Еще молимся о всем и христолюбивом воинстве!» «Господи Божий наш, сильный и крепкий в браних, смиренно молим Тя, прими оружие крепости Твоей, и восстави на помощь нашу и подашь христолюбивому воинству нашему и союзникам нашим на супостаты победу и одоление, молимся, услыши и помилуй Вседержителю, Царю и Господи, Твоею вседержавную силою оружие сопоста от наших и козни сокруши, и дерзость их не зложи, победу наня и одоление рабом Твоим даруя, молимся! Вседержавный, Царю, услыши и помилуй! «Простри руку Твою свыше, Господи, и коснися сердец врагов наших, да обратятся к Тебе, Богу мира и любящему создание Своя!» «Нас же уповающих на Тя силою Твоею, укрепи имени Твоего ради, войны же наши на поле брани, от врагов раны приемшие, скорая воздвигни от одра болезни, молимся Тебе, услыши и помилуй!» «Защитничай правоверных!» «Посли стрелы Твоя, Господи, и смятение сотвори врагом нашим, блесни молнией и разжени я, посли силу Твою свыше и покори их и в руки верному Твоему воинству предашь!» «Святые же Божьи церкви, в напасть тесущие, сопредстоятели их и всеми верными огради и защити силою Твоею, молимтеся, услыши и помилуй!» «Господу помолимся!» «Господи, помилуй!» «Господи Божий сил, Божий спасение нашего, Божий, творяй чудеса един, призри в милостях и щедротах на смиренные рабы Твояя!» «И человеколюбно услыши и помилуй нас, все баврази наши, собравшиеся наны, воеже погубите нас и разорите святыни наши!» «Ты же, вся ведой, веси, яко неправедного сташа наны!» «Тем же грешней и недостойней в покаянии со слезами молимтеся!» «Помози нам, Божа спасителю наш, слава ради имени Твоего!» «Да никогда реку тврази наши!» «Бог оставил есть их и несть, избавляя и спасая их!» «Ну да увидят все языки!» «Яко ты еси Бог наш, и мы люди Твои, подержавы Твоею всегда хранимы!» «Восстань в помощь нашу и разруши лукавые советы мыслящих нам злая!» «Суди обидящие и борющие ны!» «Доблестному же воинству и воинству народов в союзе с нами сущих подождь во мнозьем дерзновении и мужестве о имени Твоим победите!» «Во браних ураненным воинам нашим подождь, Господи, ослабу исцеление!» «И скоро воздвигни от одра болезни!» «А им же судил, если положите на брани души свои за веру и отечество!» «Тем прости согрешение их, и в день праведного воздаяния Твоего воздашь венцы нетления!» «Пасли, Господи, одоление на супостаты, восставшие на ны, и силою Твоею огради и защити сущие в пленении предстоятелей и чадо святых божьих церквей!» «Ты боеси наступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков! Аминь!» «Несколько раз читая и перечитывая эти ектинии и молитву, я как никогда перешел в великий ужас! «Боже мой!» «Говорил я!» «Да как же до сего времени я читал в церкви эти кощунственнейшие, военные ектинии и молитву! Ведь они все насыщены жаждой человеческой крови! В них, что ни слова, то кровь, кровь и кровь!» «Кто же их составил?» «Кто их автор?» «Синод?» «Церковь?» «О, Великий Боже!» «Где же у нас Христос?» «Во что мы его превратили?» «Где в нас живая вера в Бога?» «Чем стало наше церковное богослужение?» «Неужели церковь со своими святейшими папами, патриархами, синодами дошла до такого ужасного состояния, что со злорадной насмешкой на устах в качестве пленного раба и жалкого батрака в угоду сильной мира сего жертвует и продает, продает и жертвует самого живого христианского Бога?» «Что же это такое?» «Совершается с христианством?» «Ведь это ужасно!» «О, как ужасно!» «Церковь, или лучше сказать, мы сами представители церкви убийство взяли под свою опеку и вдохновляем, и освящаем, и возводим его, этот ужаснейший мировой грех, в добродетель, в религиозный подвиг, равняющийся по своему церковному достоинству, чуть ли не с подвигом мученичества за Христа? О, почему бы нам, служителям алтаря Христова, как представителям христианской церкви, не взять под свою опеку и проституцию, и не освящать, и не вдохновлять, и не молиться за процветание публичных домов, терпимости в христианском мире? Если мы духовенство, убийц именуем христолюбивым воинством, то почему же бы нам и в тех самых ектиньях на Великом Выходе? Божественной литургии не поминать и проституцию, ведь проституция сама по себе есть та же человеческая тирания, в своем роде есть тоже убийство, да какое еще ужасное убийство! Затем, кроме всего, просто можно молиться из-за процветания всякого рода также и грабежей, и насилия, это все было бы законно и логично, одно другое дополняло, и одно с другим сливалось бы, образуя из себя нечто цельное, закругленное и законченное, как мировое зло. Боже, что творится в христианстве? Слезы брызнули из глаз, я плакал, ноги как-то у меня подражали, шел я медленно. Вернулся домой поздно, эту ночь я не спал, мне представлялась такая картина, вот все эти солдатики, которые слушали и слушают все мои военные проповеди, со своими родителями, с женами, сиротками, детками, предстанут на суд Божий и будут говорить, Господи, вот этот самый Твой священнослужитель и был виновником нашей преждевременной военной смерти и нашего убийства подобных нам христиан-солдат. Он, Господи, от Твоего лица посылал нас убивать людей и полагать наши собственные головы за Родину. И вот тогда, что в свое оправдание отвечу я своему Господу? Ведь перед Его правосудием ничто не скроется, ничто не утаится. И как их тогда много, много восстанет против Меня? Их ведь прошло через мои лагерные военные проповеди сотни тысяч воинов. О, какими взорами я буду тогда смотреть на них! Ведь они будут указывать на Меня и говорить, накажи Его, Господи, за кровь и слезы наши, ибо Он был главным убийцей и палачом наших душ. Какими же взорами тогда Христос взглянет на Меня? Что Он мне тогда скажет? Не падет ли Его святой гнев на Меня, как на самого сына дьявола, отца всякого зла в мире всем? О, как страшно и мучительно тогда я буду истязан Божьим правосудием за свои тяжкие преступления пред Богом. В то время не поможет мне ни государство, ни нация, народов, ни сама церковь с ее духовными священными представителями. Никто и ничто тогда мне не помогут и не спасут меня. Ах, да что это такое, что я точно тяжеловесный камень, опускаясь все глубже и глубже на самое дно всякого зла и беззакония. Прежде я грешил во лжи, в обмане, в клятва преступлений, в блуде, в измене Христу, в торговле и продаже Христом, а теперь в военном кровопролитии, в травле одних христиан на других, в массовом убийстве людей, ни мечом, конечно, и ни каким-нибудь военным орудием, нет, а повторяю, крестом, Евангелием и, наконец, самим именем Христовым. Боже святый, кто же может равняться со мною в моих ужасных грехах? Я, как военный священник, сознаю, что с того самого момента, как я стал военным священнослужителем, все мое существо никогда не осушалось от человеческой крови. Я в таком ужасном кровавом состоянии ежедневно еще совершал и совершаю божественную литургию. В то время мне представлялось, что я точно какой-то самый ужасный изверг. Страшно сказать, сознательно всегда смешивал тело Христа с кусками трупными, кусками разорванных тел солдат и кровь Спасителя с их застывшую кровью человеческих жертв войны. Вот что значит оправдывать войну Евангелием. Мне казалось, что я безразвратно погиб и погиб навсегда. И каждый раз, как только я думал о своей погибели, я всегда чувствовал в себе в самом какой-то смертельно подавляющий панический страх. И в то же время я всегда говорил, ах, да будет навеки вечная проклятая всякая война, да будут прокляты навеки прокляты все человеческие мысли о войне, да сгинут навеки, сгинут все церковные военные проповеди, стинания и молитвы. О, да будет, да будет же сие, только по одной Твоей милости, Господи. Я рыдал, мне было смертельно тяжело. Наступило утро, я опять по обыкновению отслужил литургию и снова отправился в лес. В лесу несколько часов я ходил сам не свой. Здесь опять предался молитве. Так со дня на день в самом себе я переживал страшную душевную борьбу. Каждый день я служил литургию, исповедовал и причащал солдат, и каждый день я умирал душой от страшной тоски и скорби. Военное же начальство усмотрело, что мои проповеди и ежедневное служение приносят огромную пользу военному делу. Оно с величайшей радостью ежедневно посылало ко мне целыми колоннами солдат, которые в настоящее время тяжелым бременем лежат на моей совести, как на совести их убийцы. В это время я получил письмо той девушке, о которой я говорил раньше. Прочитав его, я сразу увидел, что вся почва из-под моих ног моментально куда-то исчезла. Весь мир со всеми своими сложностями в мгновение ока превратился для меня в мираж. Вся вселенная покрылась саваном смерти. Я зашатался от неожиданного горя. Как голубь в клетке билось мое сердце в груди. Ноги подкосились, слезы брызнули из глаз. Через несколько минут я собрался с последними силами и опять отправился в лес. Тут я пал ничком на снег и как никогда молился Христу. Слезы отчаяния душили меня, и я еле выговаривая сказал и взывал «Господи, Господи, оглянись, оглянись на меня». Если не так, то скорее, скорее возьми душу мою, возьми ее, Господи, что хочешь со мной делай, я все безропотно до самой смерти буду переносить, но я хочу спросить Тебя, Царь мой, Христос, хочу спросить Тебя, как Ты решился поступить с этой благороднейшей душой? дверь, тебе, Господи, известно все, тебе известно все наши клятвы, все. Может быть, Ты, Господи, одной рукой расторгаешь нас, а другую ведешь к новой работе, твоей к святой воле? Я, как ничтожнейшая твоя тварь, не знаю твоего решения по отношению к нам, но Ты сам знаешь, о, Господи, как тяжело моему сердцу. Я предпочел бы скорее умереть, чем жить без моего друга, но да будет в нас твоя святая воля. Я только буду теперь с сегодняшнего дня до самой своей смерти просить и молить тебя об одном. Спаси моего друга, если она перед тобой в чем-либо грешна, то ее грехи взыщи, Господи, с меня, а ее спаси. Я хочу, чтобы мой друг был там, где и ты находишься. Я хочу, чтобы она была неразлучна вечно с тобою. Тяжелое отчаяние все сильнее и сильнее давило меня. Если бы на это место не пришли солдаты и не подняли меня из немогающего в молитве, я так и умер бы на этом самом месте. С этого ужасного, единственного в моей жизни дня начали сразу и быстро в моей душе снова появляться живые стремления ко Христу. Моя молитва стала все сильнее и сильнее ощущаться во мне. И лучи света Христова повернулись наконец и на мою грешную душу. С этого дня я глубоко почувствовал в своей душе, что Христос опять начинает по своей любви влечь меня к себе. И я часто с этой поры начал по ночам предаваться молитве. Сила молитвы чувствовалась моей душой. Она стала мне доставлять утешение и бодрость духа. О, в молитве есть необыкновенная реальная сила. Она далеко сильнее даже самой смерти. Это я говорю по своему личному опыту. Кто хочет изучить силу молитвы, тот должен молиться не в церкви, не среди общества людей, а в лесах, на полях, в рвах, на высотах гор, молиться тайно, даже тайно от самого своего перед Богом ничтожества. Только тогда узнается вся сила и мощь молитвы. О, молитва! Она есть живой телеграф человеческого сердца до самой сущности святой Триединой Божественной Троицы. Действительно, в эти дни, когда я получил от своего друга письмо, я не знаю, что было бы со мною, если бы на помощь мне не явилась молитва. Думаю, что я ни в каком случае не выдержал бы такого ужасного в то время тяжелого состояния духа, какой единственный раз в моей жизни пришлось пережить. Это было не то, что нравственные душевные страдания или какая-нибудь самая ужасная мучительная смерть, нет, это было со мной что-то более, чем то и другое вместе. И вот, в такое невыносимо тяжелое, адски мучительное время я всецело был обязан своей жизнью только молитве. В эти глубоко для меня страдальческие дни, под сильным влиянием молитвы, я стал изо дня в день прозревать в самую суть христианской жизни. Прежде всего, меня все более стала пленять собою сама святозарная личность самого Христа, Христа Евангельского, Живого Христа, Затем его святоносное евангельское учение, которое все есть свет, все есть чистый луч солнца. После этого в органической и живой связи с самим Христом и с евангельским учением меня также останавливало и укрепляло на себе святая евангельская жизнь истинных христиан первых трех веков. Прозревая самую суть христианства и строго анализируя его. Я пришел к такому убеждению, что первое христианство было все живая волевая практика внутренней духовной жизни. Оно не укладывалось в одну мысль и не было достоянием одной умственной жизни христианина. Нет, оно собой охватывало всего цельного человека и больше всего базировалось на воле, а не на мысли, на самой жизни христианина, а не на одних отвлеченных понятиях. Христианина, христианина, христианина,